Приветствую вас! Значит, смотрите, начать стоит с того, что отметить по поводу правоты. Вы спрашиваете, кто прав, это вот один из ключевых моментов, который вам нужно постараться понять. А правых нет, как нет виноватых. У вашего мужа есть свой взгляд, у вашей мамы есть свой взгляд, у вас есть свой взгляд. И я полагаю, что только через принятие своей позиции, через отказ от «ты» сообщения, да, то есть когда говорят «ты там что-то сделал неправильно», «ты там виноват» и так далее, и переход на «я» сообщение позволит вам, по сути дела, перейти на новый уровень взаимодействия. Да? То есть, что это значит? Вот на примере вашего мужа мне бы хотелось сказать. Он говорит, что вы не думаете о будущем, да? Что вы не думаете о детях. Он говорит «вы», но в действительности он говорит, муж, о своих чувствах. Я не знаю, думает ли он о детях, думает ли он о будущем, скорее всего, да, потому-то вы говорите, что он верный и делает всё для семьи. Но то, что он обвиняет вас, говорит о некоторых проекциях на вас, его чувствах. И мне представляется так, что мужчина не говорит о себе. Что-то не говорит о себе, но вот так, ломано. Хорошо ли это для вас? Нет. Соответственно, вам нужно вести себя именно так. То есть, отказаться от позиции «кто прав», отказаться от позиции «доказать что-либо», и вместо этого, вот, например, мы что-то говорили, да, как бы, вы его выслушиваете спокойно, а потом говорите «дорогой, я всё понимаю, я с тобой согласна, но мне, соответственно, неприятно, мне противоестественно, да, то есть против моих взглядов каких-то, будет так поступать». Вот опять начинает агрессировать, опять начинает обвинять, вы опять, вы звучите и говорите «да, дорогой, я с тобой согласен». Так всё есть, но я буду чувствовать себя последним, там, последним человеком, если, значит, буду, например, ну, допустим, своей маме, да, указывать, там, что ей покупать, грубо говоря. Вот, то есть мама решила «так, это, в принципе, ну, это её решение, я не могу, как бы, на неё повлиять, если я буду влиять, я буду чувствовать себя, там, нехорошим человеком». Вот и всё, и всё. То есть это грань, которую вы выставляете. Не надо наезжать, не надо надавить, не надо притягивать человека, вот. Это первый момент, да, то есть править не бывает. Если вы хотите вести конструктивное общение с мужем, то нужно дать ему понять, что вот вы готовы вести только такое общение, конструктивное. Знаете, не деструктивное, а конструктивное. А вы же вроде как ему говорите о том, что он какой-то там, я так понял. Вот. И, соответственно, ситуация заключается именно в этом, да. То есть формально, конечно, вы не пишете о том, что вы ему, там, говорите «ты». Вы говорите, что это он говорит «ты». Но вы-то себя с мамой представляете как бы здесь жертвами. А это тоже странно на самом деле. Вот. Потому что вы не жертвы, вы оба взрослые люди с мамой. И я думаю, что об этом не стоит забывать. То есть муж, он человек, он мужчина, у него, у него, у него может быть своя позиция, у него может быть свой взгляд, у него могут быть свои какие-то мировоззрения, это нормально. Вот. То есть нужно позволить ему их иметь. А себе позволить иметь свои. И просто уметь в нужный момент сказать «нет». Просто «нет». Не потому что «ты» какой-то. Прямо что «я» какой-то. Понимаете? Вот. Это первый момент. Второй момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Это момент такой, что вы называете своего мужа верным, и он всё делает для семьи. Это ни разу не аргумент для того, чтобы с человеком быть. Ни разу не аргумент. Во-первых, что значит «верный»? А вам что, изменяли уже? Если да, каковы причины? Как вы на это реагировали? Как вы это восприняли, если вам изменяли? Что вообще для вас означает «измена» и как вы с ней относитесь? Как на неё реагируете? Понимаете? Вот. То есть чего вы назвали вот своего мужа верным, и что он делает для семьи? Ну и что? Он сделает для семьи, он это делает для семьи, не для вас лично. Вот сейчас, например, он думает о семье. Да? Сейчас он думает о семье. Хорошо вам это? От того, что он думает о семье? Нет. Вам не хорошо. Потому что семья состоит из людей. Когда человек начинает думать не о людях, а о объединении, да? Когда я о ячейке, то сразу начинается обесценивание, значит, ну вот, людей. каждого конкретного человека. Вот. Начинается обесценивание. Дальше. А если вы сомневаетесь, если вы сомневаетесь, то есть нет уверенности, то отношения продолжать не стоит. Потому что если есть сомнения, это интуиция, вы продолжаете отношения умом, продолжая отношения умом, вы рассчитываете на эмоциональные отношения и в итоге разочаровываетесь. Потому что там, где есть ум, там нет эмоций. И в этом, в этом аспекте ваш муж прав. Так что если сомневаетесь, если вы не готовы на отношения по расчёту, то лучше с мужем на самом деле отношения прервать. Ну то есть, сказать, что вам нужно время и пустить всё на самотёлку. То есть, ну вот, сказать, что я не готова сейчас и, как бы, всё, ты хочешь, ты делаешь, что хочешь, это твоё право, но я пока не готова. Это опять же будет справедливо. Дальше. Значит, смотрите. Вы пишите, что встречались с мужем 7 лет, а в сентябре поженились. Я так полагаю, что от брака вы ждали слишком многого оба, и я так полагаю, что, в общем-то, немножечко вы, ну, заболгали от брака. Всё-таки 7 лет это срок большой. Ну, возможно, перегорели уже. И сделали это скорее по инерции, потому что уже надо было, ну и потому что, как бы, ааа, больше не с кем, да. Вот. Планировали детей. Опять же, вот всегда вызывает немножко такое недоумение, когда говорят о планировании детей, потому что, ну, серьёзно, плановые дети, они так и будут с плановыми людьми дальше. Вот. Любовь это результат любви. Любовь это спонтанность, это творчество. Поэтому детей, я не думаю, что дети должны быть планированы, запланированы. Вот. То есть, да, это хорошо для бюджета, это хорошо для расчётов финансов, но, простите, финансы это вообще, как бы, фон, фон. То есть, вы работаете, вы, ну, если у вас есть доход, то, вот, и доход есть, позволяйте себе детей. Всё. То есть зарабатывать нужно для себя, не для детей, в первую очередь. Дальше. Вы пишите, что вы не сходите с возглядах. Так это нормально, что вы не сходите с возглядах. А почему вы считаете, что вы должны сходиться в возглядах? И какое это даёт основание для спор. Для споров. То есть, ну, не сходить с возглядах. Сходить нормально. Если муж ваш не умеет принимать чужое мнение, да, например, ваше, то ваше момент какой? Либо вы учите его принимать своим поведением, либо вы делаете выучить этот человек. Человек не ваш. С другой стороны, вы 7 лет встречались, как бы, я думаю, что вы своего мужа знаете. Или нет, но это уже вопрос к вам. Дальше. Живём, значит, с моей мамой в двушке. Ну, а, здесь сразу надо сказать, что, вот, если двушка ваша с мамой, то мужчина чувствует себя в этом, ну, в этом, как бы, в этом помещении, да, в этом, в этой квартире неуютно, потому что это не его. Для мужчины это может быть удары по самолюбию. Вот. Сейчас всё-таки такая, что у мамы есть деньги на однокомнатную квартиру, чтобы мы временно пожили с мужем, а на пенсии она хотела бы её сдавать. У меня вопрос. Если мама собирается на пенсии всё равно сдавать квартиру, то есть по факту жить с вами, именно с вами жить, то зачем уходить вообще? Вообще. Ну, пусть покупает квартиру, неважно, как мы её пока, пока, двухкомнатную, обнокомнатную, да, без разницы. Пусть покупает, но пусть сразу её сдаёт. Если она уйдёт, вы с мужем будете жить одни, вы привыкнете жить одни, придёт мама, и вам будет хуже. Поэтому здесь вот это вот временно, временно пожить с мужем вдвоём, я не очень понимаю, зачем это нужно. То есть, с точки зрения психологии, да, это будет так. Вам с мужем будет комфортно, мы привыкнете к хорошему, придёт мама, вам станет хуже, и вы будете ссориться. Ну, судя по тому, что вы уже ссорились, да? Если не будете работать с психологом над своими проблемами, да? Вот. Дальше идём. Значит, муж считает, что лучше добавить денег и купить двушку. Деньги брать из квартиры в доме, который не строится, задерживают сдачу, продать по переуступке. Если честно, я не очень понял, что это значит. Ну, то есть, понятно, что у вас вложены деньги в квартиру, которая находится в доме, что задерживается по стройке, это понятно. Но вот где связь между тем, что деньги брать из квартиры из этой, продать по переуступке, вот связи вообще никакой я не увидел. То есть, квартиру сперва нужно продать, потом будут деньги. А как брать деньги из квартиры, которая не продана, непонятно. Ну, по крайней мере, вот как вы это написали, не ясно. Вот. Деньги маминой, по сути, это её решение. Да. Это решение её. Я согласен. Вопрос в том, для чего мама это делает. Если она покупает однушку, потому что хочет однушку и хочет жить в однушке, это одно. Это ладно. Если она покупает однушку для того, чтобы вам было хорошо, чтобы были деньги, вот это всё, тогда надо брать дружку. Да и исходить нужно из того, чего мама хочет, для чего ей это нужно. Понимаете? Ваш муж, он по-своему прав. Но прав только в том случае, если мама делает это для вас. Если она делает это для вас, то делать нужно так, как лучше для вас, мужем. Если она делает это для себя, то лучше, эээ, делать, эээ, как бы для себя. То есть, хотела однушку, ну пусть берёт, пусть берёт однушку, как бы. Ну вот. Мне кажется, что этот момент, да, с таком как квартира, он странный, странный. То есть, непонятно, зачем мама хочет вас временно оставить, а, значит, эээ, непонятно, для чего она хочет вас оставить. Ну и так далее, так далее, так далее, да. То есть, понятно. Здесь нужно, эээ, разбираться с тем, кто, эээ, что хочет, эээ, для себя. Да? Дальше, эээ, значит, эээ, мусь обвиняет. Ну, опять же, насколько он справедливо вас обвиняет, зависит от того, чего хочет мама. Если она хочет, если она делает это для себя, мусь обвиняет несправедливо. Если она делает это для вас, то обвинение справедливо. А я не могу указывать маме, что ей покупать, не считаю это нужным. Опять же, всё зависит от того, для чего это делает мама. Эээ, так, значит, он только ругается, обвиняет, какие мы плохие. Ну, а это проекция мужчины, то есть, ему явно конфликт-конфликт. То есть, либо он чувствует себя не своим, либо у него неуверенность в себе, либо переживает по поводу того, что не может обеспечить жильём вас, ну, то есть, вас с собой, как там. Вот. Соответственно, отсюда обида. Эээ, после этой сферы у меня возникают, эээ, мысли о ныне для меня такой мужчины, идите от него. А какой мужчина? Какой мужчина? Он, эээ, первый раз вас, эээ, так вот, обвиняют, или что, что? Если не первый, как вы жили раньше, если первый, откуда там нет сомнения сразу? Почему нет кредита доверия к нему? Кредитопринятия. Вот. Эээ, так, в конфликтных ситуациях ведёт себя неадекватно, обижается, эээ, что его не случат, обливаются. Это да. Но так было раньше. Вы принимали. Что изменилось? Ага. Значит, я сказал, что мне надо время, чтобы подумать. О чём подумать? Он говорит, выбирай, или продолжаем жить вместе, и сразу же заводим ребёнка. Вот. Эээ, смотрите. Выбирай, да? Или продолжаем жить вместе. Это правильно. Потому что, ещё раз, сомнения, это уже не чувство. Да? Здесь муж прав. То, что ребёнка сразу заводить, здесь муж не прав. Потому что проблемы есть, конфликты есть, вы можете любить друг друга, хотеть быть вместе, но конфликты нужно решать. Поэтому с ребёнком лучше подождать, чтобы ребёнок не рос в сорок. Да? Вот. То есть, если муж настаивает на ребёнка, то вы правы, он манипулятор, потому что ребёнок хочет вас к себе привязать. Ещё больше. В таком случае. Если муж согласится жить вместе сейчас, но решать проблемы, чтобы не было в сорок. Ну, к психологу обращаться, да? Эээ, учиться, слушать друг друга и так далее. Может быть, на совместную групповую семейную терапию сходить. Ну, вот. Эээ, ну, это всё нормально. Всё хорошо. Ну, вот. Значит, так. Не факт, что дождись тебя, типа, надо разводиться, да, когда раз я сомневаюсь. Вот он прав. Раз вы сомневаетесь, нужно разводиться. Это правильно. Потому что дальше это уже не отношение будет, а постоянное доказывание того, чтобы вы не сомневались. Например. Ну, и по поводу удовольствия не дождись, это его гордость. Ага, я понимаю, что он, по сути, манипулирует. Ну, любое отношение можно назвать манипуляцией, я не думаю, что... То есть, я пока не уверен в том, что он вами манипулирует. Вот. То есть, если вот те условия есть, то да, он манипулирует. Если условий нет, то это не манипуляция. Не знаю, как быть, а в чём противоречие, в чём конфликт, если вы не знаете, как быть. Опять же вместе заводить ребёнка с ним, он настаивает, я сразу не готов. Ну вот, я сказал по этому поводу. Вот. Ага, значит, да как в разуме о нашем браке вообще. Или он продолжает жить у себя, по сути, разбегаемся. Значит, смотрите, момент здесь какой. Что для вас означает развод? Боитесь ли вы его, не хотите ли вы его, страшитесь ли вы его и так далее. Это первое. Второе. Если мужчина хочет завести ребёнка, значит, он хочет детей. Если он хочет детей, он хочет для них счастье. И если он хочет счастья, то он понимает, что для счастья нужно, чтобы вы были счастливы. Вы не счастливы, потому что вы ссоритесь, соответственно, нужно сперва наладить это. Если ему такую цепочку прибыть, то, соответственно, можно что-то делать. Если нет, то нет. Вот. Ну и ваши сомнения у меня тоже не совсем понятны где-то. То есть, какие они, какова их природа, что это за сомнения на основании чего, на почве чего они появились? Не ясно. Вот. И как вы вообще для себя видите, ну, ситуацию, чтобы сомнения развеять? Что же не очень, не очень понятно для меня, по крайней мере. Вот. Вот так вот я и думаю, можно вам ответить на вопрос. Что если вы боитесь развода, то можно работать с вами. Что для вас развод значит, почему вы боитесь и так далее, и так далее, и так далее. Здесь вполне возможно есть проблемы с самооценкой, страх одиночества и непринятие себя. Вот. Возможно, есть эмоциональная привязка к маме, что вы не хотите опять становиться дочерью, вы уже побыли в роли жены, как бы вам понравилось, и вы не хотите. Вот. А если вы любите своего мужчину, если вы любите его, если вы хотите быть с ним, то вот нужно озвучить такие моменты, которые реально необходимы для того, чтобы все было хорошо вам и ребенку в том числе. Вот. Дайте ему уже шанс, а там будет видно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.